Личность Дарьи Дугиной, а также все подробности вот этого инцидента, кому это нужно было, кто это мог сделать, мы обсудим также с писателем немного другого сорта, с публицистом Виктором Шендровичем, который уже с нами на связи. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, скажите, пожалуйста, вот эта ситуация вся с Дарьей Дугиной, на ваш взгляд, кому она была действительно нужна и кто за этим всем может стоять? Значит, давайте начнем с констатации, прежде чем переходить к предположениям. Дарья Дугина погибла на войне России с Украиной, войне, которую она приветствовала, войне, которую она благословляла и уже когда лилась кровь мирных жителей, просто лилась рекой, продолжала поддерживать. Она погибла на этой войне. Были ли это украинские спецслужбы или Кремль, и целились ли в нее или в ее отца? Это подробности, которых мы пока что не знаем точно, можем только предполагать. Но констатация очень важна. Это не дочь Дугина погибла, а это погиб один из идеологов этой войны, один из заметных, ну, об этом вы говорили сейчас в своем эфире, который приветствовал эту войну, который был рад, кому предназначался этот взрыв. Больше всего это похоже, конечно, на убийство Кирова, признаться. Я совершенно не исключаю возможности. Это спецслужбы, как для одного из главных идеологов этой войны, человека, который предлагал убивать украинцев. Но больше всего, особенно по первым реакциям, это похоже, повторяю, на убийство Кирова или поджог Рейхстага, потому что уже дана команда АТУ на травлю последних уже либералов. Это новый приступ ненависти к Украине и новое топливо в эту печку и абсолютно наглый повод для дальнейших политических репрессий. Призывы к этому уже звучат с самого верха в эти часы после убийства. Вот именно об этом, Виктор Анатольевич, скажите, на ваш взгляд, почему после известия о смерти Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина, так много сразу же реакций и из России, и из так называемых ЛДНР? Почему сразу все так встрепенулись, начали угрожать Украине? Вот Маргарита Симоньян сказала, что Киев вздрогнет после известия о смерти Дарья. Почему такого не было тогда, когда ликвидировали каких-то чиновников, которых поставили на оккупированной территории, там мэров, заммэров? Почему именно на нее такая... Незаметные фигуры. Фамилия Дугин гораздо более заметная. Он идеолог. Он не чиновник, не винтик, а это, собственно говоря, инженер этой машины. Один из... Не стоит переоценивать его влияние на Путина. Путин действует абсолютно цинично. Но, тем не менее, он воспитал некоторое количество... Он заразил, так сказать, намагнитил своей сумасшедшей преступной идеологией огромное количество очень властных и серьезных людей. И Дугин очень заметная фигура. Более заметная, конечно, чем дочь. Повторяю, непонятно, кому это предназначалось. Это бомба. Естественно, это более всего похоже, повторяю, на убийство Кирова. Повод к репрессиям. Вне зависимости, как и в случае с Кировым. Вне зависимости от того, кто убил и почему. Был ли это заказ Кремля, была ли эта комбинация просчитана, или они будут этим пользоваться. Этого я не знаю. Но очевидно, что они этот случай не упустят. И травля либералов уже начата. И, ну, конечно, да, понятно, что это классический либеральный стиль. Да, взорвать оппонента. Вот Леонид Гозман там, да, или кто-то еще, Явлинский, кто-то еще. Это, конечно, классика. Мы обычно так и поступаем. Отключаем камеры наблюдения на режимном объекте и взрываем. Это так очень оправдано все. Иронии иронии. Для зрителей Останкина все будет очень ясно и уже ясно. Либералы, которые радуются. Украина, которая убивает русских граждан. Россия-то не убивает украинских, конечно. И либералы, которые этому радуются. И отмашка на травлю уже дана. До какой степени это будет? Этот повод будет использован для, ну, там, ну, какого-то принципиально нового уровня репрессий. Но, к сожалению, мы это увидим в ближайшее время. Виктор Анатольевич, тем временем Константин фон Эггерт вообще говорил о том, что Дугин не являлся влиятельной фигурой в России. Просто так совпало, что его идеи повторял Кремль. Но это мог быть, на самом деле, Дугин не является никаким идеологом Кремля. Просто вот эти идеи существуют. Что вы ответите на это? Являлся Дугин идеологом или нет? Нет, это разные же вещи. Кремль фактически начал реализовывать то, о чем много лет говорил Дугин, Холмогоров и другие русские нацицы. Кремль начал это реализовывать. Это не значит, что Путин послушался Дугина. Это значит, что Кремль приступил к реализации этих безумных идей. Степень влияли непосредственно Дугина. То есть, с ним, конечно, не советовался никто. Он сам надувал себе цену и будет продолжать надувать. Но на Путина нет. Но на какое-то количество силовиков вокруг это очень влиятельная фигура и очень популярная фигура, разумеется. Идеология путинской России фактически приступила к реализации. Вне зависимости от того, знает ли Путин фамилию Дугин, Холмогоров, он сейчас идет след в след по тем безумным словам, которые они говорили много лет. Он их воплощает в жизнь. Журналист Ян Рудик, который был только что у нас в эфире, считает, что на самом деле убийство Дугина похоже на убийство Троцкого и преследование троцкистов в России. Что силовики путинские убирают такого пламенного революционера, который хочет нести ультранационализм, смерть и войну еще дальше. И вот это скорее будет означать то, что пригаснут аппетиты, пламенные речи Кремля. Как вы считаете, убийство все-таки или покушение на Дугина, или вот то, что случилось с дочерью Дугина, это является убийством пассионариев и таким каким-то заземлением идей Кремля или нет? Нет, при всем уважении эта версия не выдерживает никакой критики, простите. Дугин не был влиятельной фигурой, более того, не говоря о его дочери, в Кремле никакой этой опасности они не представляли. Более того, посмертно они будут представлять гораздо большую, они приобретут гораздо большую популярность. Я, например, ничего не знал про дочь, про существование у Дугина дочери вот такой вот, да, что она один из лидеров русского нацизма. Узнал только после смерти. И популярность может только вырасти. Нет, эта версия не выдерживает критики. Дугин не был никаким троцким. Кремлю совершенно наплевать на эту часть проблематики. Когда нужно будет, у нас есть Стрелков Гиркин, простите, да, который действительно еще с 14-го года пытался вырасти в самостоятельную политическую фигуру. Его тогда сдули, как пенку с чашки, так сказать, с молоком в две секунды. Он был очень-очень-очень популярный, очень-очень активный. Потом копаньки и исчез с горизонта, как миленький. Да, поэтому убивать для этого не только не нужно, а даже вредно для этого дела, потому что человек посмертно становится чрезвычайно популярным. И начинаются всякие конспирологические версии, вроде тех, которые, значит, вот ваш эксперт тут высказывал. В одну кучу, почему-то решив, что Лебедя убил, значит, Ельцин и так далее. Но это все не выдерживает критики. А была ли какая-то тогда мотивация у Кремля, помимо той версии, которую вы уже называли, но какая еще могла быть мотивация у Кремля совершить это убийство, если это Кремль? Ну, с точки зрения, если это Кремль, там, вне зависимости от того, целись в Дугина или в его дочь, скорее тогда уже в Дугина, только в качестве поджога Рейхстага, только в качестве нового топлива, так сказать, в угасающую тематику войны. Вот новое, теперь есть о чем неделю говорить всем этим подонкам, Симонян, Соловьеву, да, и эти мерзости. Новое топливо для этой печки, безразмерной Останкинской, да, постоянно работающей домной, новое топливо для них и возможность канализировать ненависть снова к Украине, которая убивает наших русских, да, лучших людей, философов, патриарх выразил, понимаете, патриарх выразил. А вы как-то связываете вот это убийство с приближающейся датой Дня Независимости в Украине? И уже Михаил Подоляк и президент Украины Владимир Зеленский также заявляли, что вот они ждут чего-то крайне страшного от России вот на этот праздник. Ну, логика понятна, да, потому что нагадить Украине, это уже, так сказать, сделать мерзости какие-то Украине, сначала пиаровские, теперь военные, это почти единственная повестка уже много лет. Много лет уже Россия, так сказать, ничем другим не баловала нас, да. Собственно говоря, неприятности в Украине, какие-то поражения Украины или неудачи Украины, это главная радость российского телевидения, нужны... Конечно, они, так сказать, постараются как-то отметить День Независимости Украины, но не думаю, что это прямо связано. Повторяю, это инструментальная вещь. Я даже не уверен, что это Путин, почти уверен, что и нет, не обязательно. Там полно уже игроков, которые играют в эти игры сами, вот, и у этих игроков вполне серьезные возможности. Уж взорвать человека они могут. Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Виктор Шендерович, писатель, публицист, был с нами на связи.